Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Ну а начинаем мы свое дежурство во дворе 14-го дома по улице Вижайская. Двор просто прекрасен. Начиная с ЦТПшки, где на батарее греется нарисованная кисонька. Автор работы Алина Самусева. Ей всего-то навсего 14 лет. А получилось, правда, здорово. Впрочем, разрисованной ЦТПшкой красота двора не ограничивается. Вот вам, пожалуйста, мостик. Вот вам, пожалуйста, ландшафтный дизайн. Вот вам, пожалуйста, камушки и травушки. Как не улыбнуться? А еще одно граффити появилось на торцевой стене дома к юбилею Победы. В общем, любят жители 14-го дома по улице Вижайская свой двор. Молодцы! Цепкая память подсказывает, еще в апреле мы рассказывали об огромной куче веток, которая уже не первый месяц валяется между домами 16 и 18 по улице Колыбалова. Мы приезжали и бичевали этот жуткий недостаток. Что сегодня? Да все то же самое. Ветки продолжают валяться огромной и неопрятной кучей. К жуткой печали жителей этой самой улицы Колыбалова. Ведь вот бельмо на глазу, вот прямо валяются на виду. Но коммунальщики так и не спешат взять эти ветки и аккуратнейшим образом вывезти с газона, где им безусловно не место. Как ни крути. Есть такая недобрая российская традиция. Ежели видит кто какой-нибудь заброшенной зданицы, ну туда всякий хлам таскать. Вот именно так и произошло в Запруде. Когда-то это было либо складское помещение, либо счетовое здешнего детского садика. Но сейчас заходишь и хочется тут же убежать, потому что мусором завалено просто все. Запах соответствующий. И понятное дело, что тусят здесь всевозможные подростки и прочие граждане с нездоровой социальной ориентацией. В таком виде это заброшенное здание пребывает уже многие и многие годы. И все эти годы здесь отвратительная помойка, которая портит настроение жителям микрорайона Запрут. Остается только одно. Обозначить адрес этого коммунального бедствия. Собственно говоря, вот слева от меня, справа от вас детский садик, ну а справа от меня, слева от вас, двухэтажечка по адресу улица Ледовская, 97. Мы нашли. Очень надеюсь, что и коммунальщики найдут. Ну и, конечно, мы не оставим вас без телезрительских кадров дня. Вот фотография от Ирины Морской. Тюльпанчики. Вроде немножечко, вроде маленькая клумбочка. Но, согласитесь, настроение поднимает просто мгновенно. Ну а Светлана Терентьева рассказала нам о том, что можно сделать из обыкновенного бетонного столба. Жители поселка Чусовской водозабор превратили его в чучело. И каждый раз переодевают. Например, на вербное воскресенье это чучело стояло с веточками вербы. На 1 мая с шариками. Ну, нынче вот так оно выглядит. Но, что характерно, всякий раз в медицинской маске. А что вы хотели? Самоизоляция на дворе. И на этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы. 2-630-300 для абонента дежурный по городу. Сайт в интернете refey.ru И непременно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Тем более, что конкурс на лучшую новость недели продолжается. Ну а на сегодня это все, друзья. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!